Всем привет! Toyota RAV4 российской сборки разочарования. Поехали! Сто раз нужно подумать, платить ли деньги за такое качество. Как бы там ни было, разницу между уровнем комфорта и качеством материалов японца, российского и особенно японского производства, автомобилисты замечают на собственном опыте. И чем в первую очередь может разочаровать владельцев Toyota RAV4 российской сборки, так это появление ржавчины даже на маленьких пробегах, вроде 4,5-5 тысяч километров. Страдают при этом элементы, которые прячутся под днищем, например, кардан. Что до кузова, то владельцы Toyota RAV4 опечалены качеством лакокрасочного покрытия и быстрым появлением сколов, которые пока не ржавеют, но портят вид транспортного средства. Решается проблема водителями бюджетно, наждачкой и краской, либо предусмотрительным обклеиванием проблемных мест RAV4 пленкой. От поездки в японцы многие владельцы тоже не в восторге, поскольку считают, что аэродинамика у Toyota RAV4, как у дивана, подвеска слишком жесткая, отчего преодоление дороги с неровностями превращается в настоящее испытание. Да и шум изоляции оставляет желать лучшего. Отдельные водители RAV4 пишут, что ее нету вовсе. Казалось бы, с ценой в 2 миллиона рублей у Toyota RAV4 должен быть хотя бы идеальный салон, но для России и это не предусмотрели. Купившиеся на идее о легендарном качестве Toyota, автомобилисты не учли, что получают японское качество российского разлива, а следовательно ее оснащение как у стиралки пятка. Внутри тесновато, материалы отделки довольно бюджетные, а в рдачке нет такой важной мелочи, как подсветка, приходится колхозить. Скрипящая как старая телега колодки на 3-4 тысячи километров пробега тоже не добавляет плюсов в копилку обрусевшего японца, а вишенкой на торт. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok